Здравствуйте, в эфире программа «Практическая психология». В студии семейный психолог Надежда Бушмелева. Сегодня говорим о влиянии ароматов, запахах эфирных масел, назовите как хотите, на наше эмоционально-психологическое состояние. И вместе со мной эту программу сегодня творит и создаёт аромоэксперт Надежда Нечанова. Надежда, здравствуйте. Добрый день. Как пришли к аромопсихологии? Каким образом вы вдруг поняли, что ароматы действительно влияют на эмоциональное состояние, что вы будете заниматься именно этим? Пришла, как и все, кто в этой сфере работает, через нос. Буквально вдохнула пару раз аромат и поняла, как он меняет состояние, как он меняет настроение и даже в чём-то физическое состояние меняет. И я подумала, о, какое же это чудо, это нужно изучать. Это нужно изучать, мало того, это нужно ещё и применять. Так как у нас программа «Практическая психология», мы сегодня с вами будем раскрывать секреты, именно как на практике можно применять эту магию всевозможных ароматов. Почему ароматы влияют на нас? Наверное, мы немного так введём в экскурс. Люди, которые не слышали и не знают предысторию аромопсихологии, каким образом они взаимодействуют с нами? Даже для тех, кто ничего не слышал об аромопсихологии, каждый из нас, наверное, знает, что когда где-то на улице или в помещении он вдруг услышал какой-то запах, тот его мгновенно погрузил в какие-то воспоминания. То есть это всё работает через мозг, через обонятельную систему мозга, через гипоталамус и лимбическую систему мозга. То есть очень быстро вызывает какие-то эмоциональные реакции, воспоминания. То есть всё это химия мозга. Мало того, это очень сильно связано с нашей физиологией. В итоге, получается, мы вроде бы наслаждаемся запахом каких-либо цветов, а после этого у нас вдруг хорошее настроение. Корректируется состояние, всё верно. Да. Но, слава богу, вот этот обонятельный орган нам достался от животных, можно так сказать, природы. Один из древнейших. И его сводить на нет или не использовать, это просто, мне кажется, да, очень... Это глупо. Да, действительно. Так оно и есть. И великолепно мы знаем историю людей, когда, например, мы разговариваем про аромопсихологию, я всегда говорю, представьте, что когда не было ни холодильников, ничего, человек, наши с вами предки, должны были понюхать тот или иной продукт и определить, можно это скушать или нельзя, да? Это же вопрос жизни и смерти даже в своё время стоял. Я даже назову эту систему бионавигации человека, потому что люди не только определяют там испортившийся либо свежий продукт, они точно так же находят себе спутника жизни, от которого женщина родит здоровое потомство. То есть всё это феромоны и их совпадение, да, как ключ в замку, когда запах мужчины подходит для женщины. Или наоборот есть, да, когда ты чувствуешь, что этот человек тебе пахнет неприятно, это значит, природа говорит так, этот человек не должен быть рядом с тобой, да? Да, он не отец твоих детей, и не нужно на него обращать внимание. Точно так же люди ориентировались раньше по... Они чувствовали опасность через нос. Например, когда кто-то в племени испытывал какой-то стресс, он начинал по-другому пахнуть. Гормон кортизол, надпочечники, и, в общем-то, другой состав пота, и другой аромат, и люди сразу же настораживались и начинали предпринимать какие-то действия либо защищаться, либо спасаться бегством. В общем-то, у животных это так же. Да, работает до сих пор, да, но мы, люди, потихоньку уходим от природы, да, вот такой. И поэтому забываем о том, что наш нос может быть для нас хорошим помощником. И, кстати, вот опять-таки вернуться очень многие, например, замечают, что когда организм заболевает, он тоже по-другому начинает пахнуть, да. Это тоже своего рода такая лакмусовая бумажка. Лакмусовая бумажка, да. К тому же некоторые запахи для нас притупляются, а какие-то наоборот. Мы чувствуем более остро, более явно, и нам хочется их вдыхать. Ну, например, чеснок. Когда ты начинаешь заболевать, тебе хочется его съесть, и ты не чувствуешь, насколько, ну, его остроту, да, его какую-то такую резкость, потому что он как раз призван для борьбы с вирусами, бактериями, микроорганизмами. Хорошо. Итак, мы уже сказали о том, что ароматы можно и даже нужно применять в повседневной жизни. Вот мы представляем сейчас, что нас слушают люди, у которых есть семья, и они спрашивают, Надежда, ну, а как можно с помощью ароматов корректировать, например, своё психоэмоциональное состояние. Вот сегодня у нас там, да, начало сентября, у всех стресс. Дети идут. Новая жизнь нашей страны. Новая жизнь, да. Люди, дети идут в школу, родители переживают. У родителей тоже это состояние тревожности. Как там, там сложится, не сложится, что там сложится. Сможно ли с помощью ароматов корректировать процесс адаптации? Да, всё верно, можно. Я поздравляю всех с началом сентября. Очень многие родители впадают в панику, особенно те, у кого дети первоклассники. Они, наверное, стрессуют больше, чем их дети. И здесь и родителям, и детям нужна некая такая помощь. И есть рецепт буквально 5-минутный коррекции. И совсем не валерьянку, да, нужно пить. Можно, оказывается, просто вдыхать ароматы. Да, можно вдыхать аромат, да, его использовать можно либо просто вдыхая, либо через аромалампу или аромаванны. Ну, эти способы, я думаю, известны женщинам в основном. Ну, мы сейчас о них тоже расскажем, да? То есть каким образом ароматы можно использовать? А вообще я советую всем купить лимон, именно эфирное масло, натуральные лимоны, и его дома транслировать через аромалампу. Аромалампа – это такое приспособление, да? Да, она сделана из керамики. Вниз ставится такая небольшая свечка, сверху наливается немножечко воды, и капается 5-7 капель лимона. Лимон как раз способствует адаптации. То есть мозг расслабляется, он перестаёт в бюджетном состоянии, да, психика наша, и легче воспринимается новая информация без какого-то сильного стресса. Плюс ко всему, вот я, например, на практике своей даже проводила такие исследования, когда дети идут в детский садик, да, мы наблюдали, например, группу адаптации без сопровождения аромомаслами и группу адаптации с аромомаслами, да, но мы использовали для деток запах моркови, да, тоже хороший адаптант. Ромашка. И ромашку. Да, ромашку чёрную. И детки, которые ежедневно взаимодействовали вот с этими ароматами, они меньше болели, они быстрее уходили от родителей, с точки зрения легче уходили в этот коллектив, и у них было меньше конфликтных ситуаций. То есть вот даже вот на таком уровне, да, мы можем использовать это не только для адаптации к школе, но и даже в дошкольный период. В любых моментах, да, моей дочке 5 лет, и с 3 лет я уже активно использую ароматерапию вместе с ней. Она разбирается уже у меня в маслах. Отлично. Такое масло для чего. И я вижу, как это помогло ей приспособиться к детскому садику, к коллективу, потому что были у нас с этим определённые проблемы. А сейчас она довольно легко знакомится где угодно с любыми ребятами и находит очень быстро общий язык. Плюс ко всему, смотрите, интересно, если, например, мы берём сейчас дошкольный период, да, то можно иногда просто в носовой платочек несколько капелек вот этого самого масла, да, и этот носовой платочек просто в кармашке у ребёнка лежит. А ещё детские очень любят аромомедальоны, аромокулочки, они керамические. Достаточно с утра капнуть туда две капли масла, например, лимон или ромашка, да, то, что допустимо по возрасту, там, в разный возраст, разные составы. И самое главное, мы опять-таки должны проговорить, да, что всё индивидуально, на некоторые даже ароматы могут быть, да, аллергия, поэтому мы с вами... Я, да, скорректирую, аллергии на самом деле нет, и научное сообщество европейское больше года назад пришло к этому выводу, уже были заслушаны научные доклады на конгрессах, и оказывается, аллергии на натуральные эфирные масла не бывает, потому что там нет составе чужеродного белка, вот, а аллергия – это всегда реакция на белок, но может быть наблюдаться какая-то индивидуальная непереносимость просто, это не аллергия, то есть, как бы аллергия не является, каким-то таким иммунным ответом неадекватным тоже нет, поэтому бояться этого не нужно, но стоит всё-таки попривыкать, попробовать, как, будут ли слезиться глазки, да, будет ли что-то, ну, какое-то не очень приятное ощущение. Если этого не будет в течение, там, одного дня, двух, то можно смело использовать тоже. Ну и в чистом виде, да, тоже мы всегда, да, особенно если мы говорим про детей, да. Детские дозировки, во-первых, они в два раза ниже, чем взрослые по концентрации, мы всегда разводим на каком-то базовом масле, это жужуба, авокадо, масло, виноградные косточки, сладкого миндаля, их сейчас большое количество. Можно в любой аптеке заглянуть и купить, да? Лучше, наверное, в каких-то магазинах, которые занимаются продажей натуральной косметики, там всё-таки составы более чистые, нет синтетики химической. Надюш, давайте теперь, значит, вот дети, да, дети с состоянием стресса. Если вдруг сейчас у нас межсезонье, такое состояние тоже, у нас такое лето было странное, да. Но, тем не менее, да, каким-то образом мы можем добавить себе оптимизма, да, какой-то жизнестойкости в преддверии вот этой зимы, осени. Мы можем, и я даже бы рекомендовала это сделать, потому что хочется какого-то прилива сил, да, энергетику прокачать, иммунитет свой подтянуть. И здесь вы уже выбираете по запаху, какой аромат вам будет приятен. Я бы посоветовала принюхаться к ароматам можжевельника, сосны, чабреца, эвкалипта, розы, жасмина. То есть все масла в той или иной степени обладают противовирусной защитой. Кто-то сильнее, кто-то слабее. Например, эвкалипт – это растение удивительное, его, в его кроне, там, где листья растут, да, в кроне листвы, было обнаружено, что там абсолютно стерильный воздух. Ничего себе. Вот. А в масле в эфирном там квинтэссенция, то есть там концентрация ещё выше. Поэтому если эвкалипт, в принципе, использовать дома для профилактики раз-два с утра и вечером зажигать аромалампу на 10 минут с эвкалиптом, то вот это как раз будет санировать даже дом от вот этих вот всех… Вирусов, микробов. …сезонных забываний. Хорошо. А чтобы, например, утром сейчас солнечный день будет всё короче, да, темно, становится рано, и нам хочется, конечно, чтобы, опять-таки, вот это состояние бодрости присутствовало. Тогда какие масла нам могут в этом помочь? Для состояния счастья и эйфории выбирайте цитрусовые. Цитрусовые вообще, если люди понимают, что вот им нравятся цитрусовые ароматы, то это говорит о том, что они невольно ищут перемену мест и готовы к тому, чтобы куда-то съездить, поменять обстановку, сменить окружение. И как раз… И желание пообщаться, да, потому что это, да, это выстраивание коммуникации. Да, всё верно, всё верно. Например, бергамот – это отличное масло, которое не только повышает настроение, но и коммуникативные навыки раскачивает и позволяет услышать собеседника и сделать даже его своим союзником. А, кстати, вот об этом можно ли поподробнее? Потому что я знаю, что очень часто люди, которые называют себя профессиональными переговорщиками, да, они тоже владеют искусством выстраивания коммуникаций с помощью ароматов. Да, всё верно. Есть такое направление аромадизайн, аромамаркетинг, да, когда, например, какие-то помещения для деловых переговоров, как раз там транслируется определённый аромат для того, чтобы все расслабились, все начали воспринимать точку зрения собеседника, и переговоры прошли мирно, без каких-либо там… Острых углов? Острых углов, да, и напряжённых ситуаций. Но это опять, вот я говорила, бергамот, лимон, роза, иланг, базилик. Ага, отлично. А вот есть ещё ароматы, которые помогают нам совершать покупки, да? Да, есть такие ароматы. Их очень часто используют в таких дорогих, хороших бутиках, когда ты понимаешь, что, боже, эта платья стоит так дорого, но сегодня что-то с тобой происходит такое невероятное состояние, да, в этом магазине, что ты готова выложить много-много-много денег, чтобы купить это платье. Всё верно. Натуральные эфирные масла способны убирать некоторые фобии и страхи, которые есть в мозге, ну, там, в связи с, ну, допустим, с покупками, да, когда ты не можешь себе что-то позволить. Какие-то ограничения, да, снимать? Да, ограничения снимать. То, например, эфирное масло грейпфрута, и это уже исследовано, уже подтверждено статистикой, на 30% увеличивает количество времени, которое клиент тратит на вообще пребывание в бутике, да, увеличивает средний чек на 30%. То есть хочется остаться, ещё походить, попримерять или там, да, посмотреть что-то, да? Порадовать себя, продлить эту радость, поэтому купить это платье именно здесь. И всего лишь оказывается масло грейпфрута, да? Всего лишь масло грейпфрута, но оно в синергию ещё с другими компонентами, с другими маслами там усиливает. То есть всё это очень тонко и грамотно специалистами, аромодизайнерами настраивается. Например, там, в входной зоне цитрусовые, в прикасовой зоне там ещё корицы можно добавить чуть-чуть, ну, очень так комплементарные неси. А что корица у нас сделает? Корица, она вообще, вот когда человек находится в каком-то душевном оцепенении, да, немножечко замёрз, да, там, оцепенел, его нужно раскачать, и чтобы он вспомнил, какой же он всё-таки от природы живой, да, человек. Важный, ценный, сам для себя. Важный, ценный, да, разбудить любовь к себе, любовь к людям вокруг, то вот корица, она для этого как раз. К тому же она помогает творческим натурам усилить творческие способности. Потенциал, да. И даже на эти способы смонетизировать эти, да, способности. Так что корица должна быть у каждого, да? Можно пить и кофе с корицей по утрам, а можно, да, просто тюбик, бутылочка арома масел. Вот, кстати, да, я хотела сказать, что есть замена кофе для тех, кто, может быть, переходит на какие-то другие пищевые привычки. И есть масла, которые дают столько же бодрости, сколько чашка кофе. Ну-ка, расскажите нам. Это мята личная, это розмарин, но к розмарину там есть определённые ограничения, и если случаются высокое давление, то лучше его с осторожностью использовать. Это мята, это тот же базилик, можжевельник, ну вот топчик – это как раз вот эти аромы. Это то, что необходимо, да? Хорошо. Значит, можно и взбодриться с помощью арома масел, можно расслабиться. Можно успокоиться. Можно успокоиться, да. Вот, кстати, насчёт успокоиться. Вот каким образом вообще современный человек может использовать это? Вот расскажите, вот вы сейчас бутылочки принесли. Да. Я сегодня как раз, когда сюда ехала, думаю, как же я буду говорить в микрофон. У всех людей так или иначе есть небольшой страх публичных выступлений, да, там, выступлений на публике. Считается даже, что это один из базовых страхов, который стоит на втором месте после страха смерти. Вот, люди, которые уже прошли сквозь него, например, Надя Бушмелева, прекрасная ведущая прекрасной программы, вот, уже страха нет, а когда это нечасто происходит, то здесь нужна некая помощь. Есть тоже масла, которые помогают эти фобии снять и раскачать способности. Вот я использую такой симбиоз, как корица, мускатный орех, базилик, пергамот. Вот прямо вот эта, да, формула, она помогает снять, во-первых, страхи. Снять страхи. Успокоиться. Успокоиться и настроиться на такую волну, чтобы начать хорошо говорить, убрать вот это косноязычие из речи и правильно строить предложение. Отлично. Даже, оказывается, да, я, кстати, читала об этом, что очень многие политики используют аромомасла для помощи себе в эмоциональном плане. Используют, да, и люди, которые, например, им приходится в силу своей работы и родозанятий выступать где-то, особенно, когда это происходит нечасто. Вот здесь это прямо совет номер один, всё-таки иметь под рукой такую смесь, такой состав и периодически вдыхать его. Ну, желательно в течение дня, но если нет такой возможности, можно хотя бы за полчаса до мероприятия, это даст определённый смысл. Ну, и техники расслабляющего дыхания. В помощь. Да, в помощь. Ещё очень интересно то, что когда, например, это не должно быть всё время у тебя вот тут перед носом, да, ты можешь положить это в кармашек, например, это же носовой платок там, да, или там диск ватный, да, который смочен вот этим коктейлем ароматным. Можешь понюхать, убрать, да, чувствуя, что хочется опять, да, получить какую-то порцию вот этих ароматов, пожалуйста. И вот так вот взаимодействуя с человеком, ну, я, например, замечаю это даже на подростках, которые, ну, есть такие аромомасла, которые нам позволяют легче выстраивать коммуникации. Мы уже про это говорили, да, и вот приходят ко мне, например, на консультацию подростки, которые говорят, ну, что, ну, кто-то тут такая, ну, что-то за психотерапевт. Я там с мамой, с папой уже там по три месяца, по три года там не разговариваю, с тобой я тоже разговаривать не буду. Потом они думают, господи, да, что же мы так щебечем-то, да, что-то такое случилось-то, что всё, всё это женщине взяли и рассказали, да. И всего лишь с помощью аромомасел можно развязать язык собеседнику, да, и он от этого счастлив, потому что он столько копил, столько держал в себе, да, а тут ещё, оказывается, можно разобраться в себе в самом. И он остановиться потом не может. Не может, никак не может. Хорошо, давайте сейчас поговорим, так как мы всё-таки про семью говорили, да, вот одно дело там дети, работа. Кстати, на работе это тоже, да, можно в офисе использовать это? Да, всё верно, особенно в женском коллективе рекомендуется использовать лаванду. Её лучше не использовать в мужском коллективе, потому что она всё-таки более такой, там, фитоэстрогены содержится, то есть такие женские большие гормоны и предпочтительнее женщинам, когда уходят сплетни, да, уходят какие-то лишние, там, пересуды за спиной, и женщины доброжелательно настроены к коллегам, как к своим родным сёстрам. То есть я теперь понимаю, почему, да, иногда вот эти женские крема с лавандой, да, пользуются такой популярностью? Да, лаванда вообще один из очень популярных ароматов и масел, которые используются и для детей, и для взрослых, и как раз корректируют состояние сна, да, если нарушено его качество, человек плохо засыпает или плохо просыпается по утрам, обязательно вводят лаванду. То есть вот даже, например, я использую для своих детей, у меня есть такие подушечки, да, они просто набиты всевозможными травками, когда они уже свой эффект отдали, я просто в эту же подушечку добавляю несколько капель, например, вот этого же эфирного масла. Да, да. То же самое я использую для, например, отдушки нижнего белья или постельного белья, а всего лишь маленькая бутылочка с волшебным эликсиром, да. И там достаточно нескольких капель, потому что квинтэссенция, вот концентрация в одной капле, она очень высока. Теперь вот от нижнего белья и постельного давайте перейдём к отношению между мужчиной и женщиной. Конечно же, мы все слышали с вами про всевозможные афродизиаки. Как используем мы, как женщины, это оружие во благо себе? Афродизиаки использовались ещё древними шумерами, и в Древнем Египте тоже применялись. Женщины уже тогда поняли, что некоторые ароматы способны как-то усилить интерес к себе со стороны мужчины. И до сих пор сегодня это всё используется, активно применяется. Либо в химических, да, вот в парфюмерии какой-то такой известной брендовой, кто-то вводит натуральные эфирные масла, а есть просто синтезирует, имитирует просто сам аромат. Он уже таким свойством не обладает, как эфирное масло, но тем не менее запах похож, и этого достаточно. Но когда ты используешь натуральные эфирные масла, то прямо мир открывается перед тобой иначе. К примеру, если мы берём жасмин, то жасмин, он способен привлекать внимание таких мужчин, которые расценивают тебя, к тебе относятся серьёзно, да, хотят создать с тобой семью, детей, да, заботиться. Ну, то есть это как раз для построения... Такой базовый, да, аромат. Для построения, для привлечения таких серьёзных отношений с целью построения семьи. Надежда, а скажите, вот это на всех мужчин так влияет? Или вот на кого-то повлияет, а на кого-то нет? На мужчин, которые настроены, на это повлияет. А на мужчин, которые настроены на нечто другое, их этот аромат просто не привлечёт. Они его не почувствуют, не заметят точно. То есть всё равно всё зависит от настроя, да, человека? Конечно, от настроя, от состояния, то есть от того... Вот сейчас нас поймут таким образом, что вот стоит только, оказывается, несколько капель жасмина, да, и ты уже замужем. А вы попробуйте, попробуйте. Вполне возможно, что и такое тоже будет, да? Способ проверен на практике и не раз, и не только мной, и моим близким окружением. Хорошо, куда мы должны, женщины, наносить эти ароматы, да, чтобы... Да, можно на, получается, запястье, на мочке ушей и за ними, да, на шею. Ну, тоже всё давайте оговорим. Как духи. Как духи. Вот, получается, да, можно использовать так же. А можно просто вдыхать. Когда ты вдыхаешь, твоё состояние психики меняется, и ты на определённом уровне начинаешь мыслить просто по-другому. То есть глаза блестят, да, румянец, да, на щеках. Усиливает обаяние и харизматичность женщины тоже, ну, ароматы так способствуют. Кроме жасмина ещё что? Кроме жасмина аромат нироли. Это один из таких ароматов куртуазных, который вообще раскрывает чувственность, сексуальность, притяжение. Вот всё бы ничего, но наши фармацевты, да, а однажды ароматом нироли биопорокс, такой лекарственный препарат есть, знаете, брызгают, когда горло болит, да, вот прямо испортили, да. Поэтому, когда я теперь нюхаю нироли, я понимаю, а это ведь всего лишь цветок апельсинового дерева. Да. Да, и я понимаю, что у меня ассоциация совсем с лекарством. Ну, да, химическая вот эта вся промышленность, медицинская, фармакология, да, она использует либо эфирные масла, либо их компоненты, да, синтезирует, которые ароматы натуральные имитируют. И да, есть у людей ассоциации, у кого-то со звёздочкой, когда мы смешиваем. Да, гвоздику, например, да, с чем-то. Гвоздика, корица, они такие, о, звёздочкой пахнет, или там ещё с какими-то другими лекарствами, это есть, да. Ну, это ещё повод порефлексировать и поанализировать, а что это для тебя такое, да? Да, 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 для кого-то может быть аромат грозочки. Почему этот аромат крутуазный, да, для кого-то он, а для тебя это тема какой-то биопорокса, заболевания горла. Ну, кстати, с ассоциациями можно работать с запахами, да, если начать использовать тот же нироли в других случаях. Через какое-то время ты перестанешь чувствовать, вспоминать биопороксы. Это действительно так. Хорошо. Опять-таки мы оговариваемся по поводу того, что все эти аромомасла мы используем в разведённом виде. То есть, да, например, этот же цитрусовые, да, они у нас такие, я бы сказала, немножко агрессивные всё-таки, да? Они ещё, да, фотоактивные. Да, да, поэтому мы обязательно смешиваем это с каким-то основным маслицем, да, базовым маслом. И тогда только наносим на запястье, на, там, замочками ушей, там, во все зоны, где пульсирует, чтобы мы с вами об этом не забывали ни в коем случае, да? Хорошо. Ароматы, которые можно использовать в отношениях мужчина-женщина, но, например, с точки зрения уже мужчины. С точки зрения мужчины. Для мужчин такие вот ароматы, которые способны привлекать женщин и вообще, ну, как-то внимание к себе, да, со стороны женского пола привлекать. Это ветивер, пачули. Его ещё называют запахом денег. Ветивер, пачули, да, они как раз. Ветивер ещё выбирают люди, которые, ну, очень гениальные творческие люди. Тем, кому нравится. Он такой специфичный весьма-весьма. Специфичный, да, но это один из немногих ароматов, которые невозможно синтезировать в лаборатории. То есть это обязательно... Он настолько богат, и, как бы, если используют ветивер, то, как правило, использовать его в чистом виде из эфирного масла, потому что подделать этот аромат очень сложно. Вот, он очень сложно раскрывается, и нужно очень много компонентов синтезировать, а это, ну, просто невыгодно. Хорошо. А женщина, как она ощущает этот аромат? На что её толкает этот аромат? Почему она должна быть готова, когда она встречает мужчину, который использует это эфирное масло? Женщина просто чувствует такого мужчину очень уверенным в себе, харизматичным, а именно это привлекает женщин, да, в мужчинах уверенность в себе, способность идти, там, добиваться, достигать каких-то целей, вести за собой. То есть, когда нет сомнений рядом с ним, да, что, ну, вот, чувство опасности уходит, да, есть чувство доверия такое, так, ну, вот, добавляется, если добавим мы сандал, то женщина будет чувствовать такого мужчину не просто как сильного и харизматичного, а и как такого мужчину, которому можно доверять. Поэтому вот сандал и ланг-иланг – это такие базовые масла для коррекции отношений между мужчиной и женщиной, когда не хватает какого-то взаимопонимания, доверия, не можешь услышать или тебя не могут услышать, как тебе кажется. И если использовать эти ароматы, просто вдыхая, да, или, например, заряжая этими ароматами аромалампу, можно ситуацию корректировать. Вот какие я должна использовать аромамасла, чтобы, например, раздражительность, скандальность, да, гневливость не стали посетителями вашего дома, например, или вашего офиса? Хвойные ароматы обладают такими свойствами, они расслабляют психику, убирают напряжение, да, там, сосна, пихта. Я говорила уже и ланг, и ланг даже с 7-летнего возраста можно использовать и детям в аромалампах, да, он такой очень мягкий аромат, при этом довольно сладкий, ну, там уже нужно смотреть, как вы относитесь к этому аромату, в принципе, нравится вам или нет. Роза. Роза – это вообще такой… Роза – это королева цветков, эфирное масло. Ну, одно из самых дорогих, ну, не самое, конечно, дорогое, но тем не менее. И люди, которые любят и выбирают этот аромат, они потрясающее воздействие на окружающих оказывают, как правило, они, когда появляются где-то, они такую харизму излучают, что, ну, просто… Роза – против таких людей очень сложно устоять, им хочется слушать, это люди-лидеры, это оптимисты, они, причём, такие не эгоистичные люди, это люди, которые слышат других, вот, такие, как королевские, особо, скажу. Роза – Надя, а скажите, вот, например, бывает так, вот я сейчас слышу вас, да, и я понимаю, что, о, да, давайте, где-то, где там у нас роза, сейчас мы будем, да, её наносить, там, к примеру, да, но ты понимаешь, что вот этот аромат, вот, да, вот он даёт вам то-то, 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 но он никак не откликается? Да, он не нравится. Да, да. То вот это про что? Это про то, что в данный момент в мозге нет рецепторов, которые готовы это обработать и воспринять, да, но если нам хочется это качество в себе усилить, мы можем, ну, во-первых, пройдя полную диагностику, найти другие аналоги, потому что некоторые эфирные масла, ну, индивидуальные, да, там, при индивидуальной реакции человека, они могут, допустим, разные масла одну и ту же реакцию вызвать. То есть, если, например, не нравится роза, то, скорее всего, понравится нероли, репетит грейн, и он, в принципе, тоже может это раскачать, то есть можно пробовать так, вот, есть ароматерапевты, которые используют метод противного, то есть, да, они добавляют этот компонент и просто его с помощью комплементарных ароматов перебивают чем-то другим, чтобы не слышать. Но, тем не менее, он присутствует там, и он воздействует на человека. И он присутствует на человека. Есть сторонники этой теории, да, и этого применения, пусть так, но я придерживаюсь другого мнения. А вы по какой системе работаете? Я работаю как раз по системе чёткого вот этого рецепторного ответа, да или нет. То есть, чаще всего, когда человек приходит, да, мы не скрываем о том, что мы делаем аромодиагностику, да, мы можем, например, с помощью вот этой же аромодиагностики сказать у человека, какое состояние, там, депрессии, там, или ещё чего-то, да. То есть это такой инструмент, который помогает и психологу, и вообще эксперту в аромоискусстве помогает чётче сформулировать, с чем сейчас человек пришёл, и какой у него запрос. С чем он пришёл, да, потому что он иногда сам не может понять, что с ним не так, вот что-то не так, а даже, может быть, он думает, что у него всё хорошо, мы смотрим по, да, по баночкам, которые он пронюхал, какая реакция, и понимаем, что вот там надо покопать, тут покопать. То есть это такой очень хороший инструмент для психологов для того, чтобы диагностировать состояние человека. И корректировать. И корректировать. Почему мне нравится, да, вот это направление, потому что тут даже в процессе диагностики уже происходит автоматическая коррекция, да, и человек уже выходит совсем с другими. Если человек пришёл и говорит, у меня чувство опустошённости, да, я не понимаю, что происходит, да. И, конечно, можно ещё очень долго разбираться с этим, и всплывёт, что где-то там три года назад или пять этот человек просто развёлся или там, например, не отгоревал по поводу кого-либо, да, а можно просто дать, опять-таки, аромат ромашки или же моркови, да, и человек, уже уходя с вашей сессии, уже понимает, что ситуация меняется, я уже отпускаю вот всё то, что даже не осознавая это, да. Всё верно, да. Да, это чувство опустошённости уже уходит, и человек уже обретает какой-то смысл жизни, ну, по крайней мере, это в глазах, и, да, на состоянии тела это видно. Он поднимается как бы на той ситуации объективно, начинает видеть её со стороны, и видеть совершенно другие источники и выходы, да, которых он раньше не видел. А ещё, когда вот процесс аромодиагностики проходит, то всё, что попадает как раз в кровь и лимфатическую систему, в течение 24 часов там содержится, и коррекция происходит ещё в течение суток. Мало того, да, если... Его ещё догонят потом. Да, но мы опять-таки предупреждаем всегда людей, которые так или иначе сталкивались с аромопсихологией и аромодиагностикой, да, что мы обязательно помним, что эмоции все будут выходить, поэтому может появиться, например, даже слезливость там, да, ты можешь поплакать. Да, то есть вот, пожалуйста, эти эмоции, это те эмоции, которые ты держал в себе в темнице, в запертии. Нужно найти способ выпустить. И как раз эти самые аромомасла являются таким провокатором, да, ключом. Ключом, который открывает этот ящичек, где хранится застарелый гнев, который когда-то был не прожит и мешает сейчас тебе. Да, да, и получается очень так экологично, да, если человек предупреждён, да, например, под какую-то красивую музыку или под почтение, прочтение книги, да, которую он в это время может читать, или просто просмотр какого-то фильма, да, он выплакал, отплакал, да, отгоревал, да, может быть, где-то выпустил это из себя. Да. Великолепно. Люблю это направление, вижу на практике, как оно работает. Обожаю его во всех сферах жизни. Я тоже. Я тоже в этом признаюсь, потому что я считаю это неким чудом. Мы не всегда понимаем иногда, как это работает. Хотя сейчас это уже научно обосновано. Это научно обосновано и исследовано, да, но иногда это работает настолько быстро. Иногда бывает, ответ приходит с такой стороны, что удивительно. Расскажите, можно ли с помощью, вот мы сейчас говорили про вдыхать, наносить, каким-то образом ещё используют аромамасла. Например, вот вы сегодня принесли вот этот чай, да, и тоже с помощью ароматов, да, каких-то. Да, но здесь нужно понимать, что нужно покупать качественное эфирное масло для этого. А как можно определить качественное эфирное масло от некачественного? То, что продаёт, во-первых, это цена. И 200 рублей масло стоить не может, потому что для того, чтобы получить там 10 граммов масла, нужно от 300 до 500 килограммов лебестков, можно говоря, отжать, да, там, ну, этот весь процесс получения масла сделать, провести. Вот, поэтому не может, например, масло розы стоить 200 рублей, понятно, потому что с 5 тонн там 10-20 миллилитров получается, ну, естественно. Вот, и, во-первых, это цена, во-вторых, нужно смотреть и запрашивать у производителей хроматограммы. Это как раз тот химический состав. Как правило, те, кто этим занимается профессионально, да, и вот у них есть эти документы. Это как раз химический состав того масла, которое сейчас вот в продаже есть у него, да, и которое оно продаёт. Ну, и мы смотрим, что масла, как правило, все они производятся эфирные в стране произрастания. Сюда они просто везутся и здесь фасуются. Здесь просто разливают, да, их? Да, по сути. Хорошо. То есть качественное масло – это всё-таки цена, да, и ты должен понимать, где ты это покупаешь, да? Да, да. Вы рекомендуете это не аптечные сети, да, правильно понимаю? То есть это должно быть что-то такое профессиональное, да? Хорошо. Итак, тогда мы добавлять… Можем ли мы добавлять всё это, например, в… Да, каким образом это мы… Да, мы нашли масло, да, эфирное определённое, вот. Я так понимаю, что мы сейчас название не будем хотя звучать, но тогда я просто процесс расскажу. И достаточно капнуть в какую-то керамическую ёмкость, ну, какая-то, может быть, закрывающаяся кастрюлька, горшочек, не знаю, крошка, одну каплю, максимум две на стенке, аккуратно её по стенкам растереть, и засыпать туда чайную смесь. Может быть, обычный классический чёрный чай или какие-то сбор… Ну, сбор трав, условно. Вот. Потрясти и дня на три оставить. Так. Вот. И потом… Пожалуйста, уже, да? Уже вот как раз вот это состояние бодрствования, да, состояние, про которое мы говорили. Травы попитаются, да. То, что как бы лишнее, оно выйдет и не усвоится, то есть, да, что что-то выветрится, оно очень быстро. То есть, и аромат будет не такой явный, как из баночки, да, потому что он всё равно, они очень летучие, эти соединения. Вот. Но, тем не менее, чай будет немножечко волшебным. Отлично, отлично. Ну, что, вот у нас сегодня такая получилась программа. Сегодня делилась своими волшебными секретами со мной Надежда Нечанова, аромоэксперт, знает всё про эфирные масла, про их воздействие на наш организм. Так что, если что, обращайтесь. Живёт в нашем городе. Ну что, это была программа «Практическая психология». Надежда, спасибо большое за… Спасибо вам. …за все-все-все секреты и тайны. Ну, а мы вам всем желаем любви, здоровья, ну и отличного настроения. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok